Снег и гре не помеха. С приподнятым настроением вышли на традиционную спартакиаду зимних видов спорта сборные всех десяти поселений Щелковского района и знаменитого звездного городка. Желание получить положительные эмоции, а если повезет и почетный кубок, подогревали интерес участников к соревнованиям. И вот оно, торжественное открытие спартакиады. Спартакиада, посвященная всероссийскому дню зимних видов спорта, у нас в Щелковском районе, я думаю, принесет хорошее настроение. По итогам 2017 года Щелковский район вошел в число лидеров по развитию массового спорта в поселениях. Благодарность министра спорта Московской области Надежда Суровцева вручила Александру Бибикову, тренеру Огодневского клуба «Селена». Ряд спортсменов наградили почетным знаком во благо Щелкова общественной палаты района и ценными кубками. Сегодняшняя спартакиада – это лишь подтверждение тому, что мы готовы к свершениям, готовы к победам. Мини-футбол стал поистине всесезонным видом спорта. На искусственном поле мужчины схлестнулись в игре, забыв про снегопад и ветер. На этой стороне футбольного поля команда играет мини-футбол, а вот здесь самая массовая эстафета. Вот сейчас мы видим родители, папу, маму и, конечно же, их дети участвуют в эстафете. Семья Рыжовых Валерия и Юлия вместе с сыновьями Егором и Ромой из Медвежьих озер приехали на соревнование во второй раз. Нам очень нравится адреналин в крови, наши дети радостные, болеют за нас и за нашу семью. Очень азартно, очень здорово, нам понравилось. А тебе? Мне тоже понравилось. На центральном стадионе развернулась не менее азартная лыжная эстафета. Два круга для мужчин, один для женщин. Каждая проигранная секунда удаляла участников от призового места. В этом году организатор, спорткомитет администрации Щелковского района, определял победителей по количеству времени, затраченного на прохождение эстафеты. Григорий Нагибин и сборная Медвежьих озер так увлекся гонкой, что в конце второго круга проехал финиш, но успел вовремя вернуться на место. Я растерялся в коридоре, не смог передать эстафету. Такие соревнования действительно сближают? Да, сближают. Это крутые, конечно. Выходной нужно активно провести, в принципе. Считаю, что это позитив. Пока одни собирали очки под открытым небом, другие в ледовой арене мерялись силами в мини-хоккее. На гладком катке, сменяя друг друга, играли две группы. В одной пять городских команд, в другой четыре сельских. Сборная гребневского поселения в финале с большим разрывом обошла Огудневская. Победили со счетом 6-1. Да, в конце нам чуть-чуть портило. Забили мы три штуки быстрые и выиграли бронзовые медали. Дополнительные очки в копилку участников принесла еще одна традиционная забава – перетягивание каната. В одном из этапов удача снова улыбнулась с медвежьей озерцем. Бой очень тяжелый. Тут нужна была просто выносливость и стойкость. То есть мы постояли за свою команду. Почти три с половиной часа на открытом воздухе в кругу старых и новых друзей подарили участникам хорошее настроение, приятные усталости и прилив свежих сил, чувства, ради которых люди едут на зимнюю спартакиаду. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».